Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, в этом видео хочу просто рассказать вам свои наблюдения, свои впечатления от своей поездки по Швеции и Норвегии. Не все было так однозначно. То есть, возможно, кто-то из вас сейчас собирается туда поехать и вот куда отдать свои приоритеты. Точнее, какой стране отдать свои приоритеты. Больше находиться в Швеции или больше находиться в Норвегии. Попробуем сейчас немножко разобраться на эту тему. Опять же, ребята, я высказываю здесь исключительно свое личное мнение. Как бы тут 100% опираться на мое мнение не стоит. У вас могут быть другие вкусы, отличные от моего. Итак, я начал свое путешествие со Швеции. Я выехал, скажем так, с юга Швеции. Доехал до самой северной точки материка, до Нордкапа. И потом по западному побережью уже ехал исключительно по Норвегии. Скажем так, когда я въехал в Швецию, юг Швеции, ну, юг Швеции там вообще ловить нечего. Вообще абсолютно. То есть, туда даже, ну, это как вот Германия, Шлезвик-Хольштайн. Это вот северная Германия, да. То есть, поля какие-то там, ну, ничего интересного абсолютно. То есть, надо немножко углубиться километров, может быть, на 300, туда вглубь, на север. Тогда там уже начинаются, как бы, леса, озера. Уже более интересно. Но юг там ловить нечего. Скучно. Абсолютно. Так вот, у меня было все по нарастающей. То есть, я как бы сам по себе-то люблю горы. Поэтому у меня была цель все-таки, как бы, Норвегия. Ну, думаю, ладно. По Швеции мне изначально показалось ехать, ну, немножко скучновато. Скучновато, потому что много леса и просто дорога. Да, ты едешь, думаешь, размышляешь, не спеша, там, держишь темп 80, потому что больше нельзя. Что мне там еще понравилось, что там все камеры, они заранее тебя предупреждают о камерах. Что там через 500 метров будет камера, ты можешь всегда притормозить, проехать участочек. То есть, все абсолютно камеры с предупреждением. Это мне понравилось. То есть, они уже заранее думают о том, чтобы человек действительно не ехал быстро, а заранее снизил скорость, чтобы ехал медленнее и безопаснее. А не так, как у нас в Германии тоже любят прятать эти фотоаппараты, чтобы, ну, тупо косить бабло. То есть, безопасность движения, это как бы второстепенно. Главное, чтобы коммуна могла косить бабло. Ради этого, собственно, все это и устанавливается в первую очередь. Ну, так вот. Показалось мне немножко скучноватой. Но уже после, когда я уже все проехал, я уже смог оценить эту картину более масштабно и со стороны. Какие вот главные отличия, скажем так, Швеции и Норвегии? Вот что бы мне бросилось в глаза, когда уже я приехал, можно сказать, домой и все это проанализировал? Швеции очень много земли. То есть, там много земли, действительно. Там много леса, много озер. И если вы вот любите именно ночевать в палатке, порыбачить где-то там на озере, просто кайфануть, да, вот в этом плане, то Швеция, вот это, в этом плане, она будет, ребята, идеальная страна. Также она зайдет тем людям, кто любит чисто поэндурить. То есть, потому что там есть где развернуться. То есть, там можно с основной дороги уйти. И там, ну, классно. В этом плане, то есть, леса очень много. И лес такой, знаете, такой многовековой. Не как вот в той же Германии, такой весь ухоженный, постриженный, блин, как какой-то декоративный. Лесом-то назвать нельзя. А там вот именно, действительно, ты заходишь, если в лес, то ты по колено проваливаешься. То есть, вот эти слои мох, там, деревья старые, да. То есть, оно вот за многие века, там, так, как бы, слоями, так, получается, образовалось. И сверху поросло мхом. И все это очень мягкое такое. Ты, блин, вот реально зашел туда, в туалет, допустим, по малой нужде. И туда, бах, и по колено. Прикольно. Прикольно. Мне вот лес, лес очень понравился. Также в плане ночлега. Остановиться есть где. То есть, вообще искать особо места не надо. То есть, ты едешь по дороге, там, в любом месте свернул, и там будет охеренная полянка где-нибудь, озеро. То есть, вот в этом плане, кто ищет именно вот пожечь костерчик, там, отдохнуть в палатке, не напрягаясь. Вот Швеция в этом плане зайдет вообще идеально. С Норвегией тут все немножко по-другому. Допустим, если я ехал по Швеции, вот первые, скажем, первую неделю, ну, там, дней 6, я ночевал исключительно в палатках. В палатке, у озера. То есть, я мог помыться, мог там себе еду приготовить. Я горелку не брал, я с собой брал эту щепочницу. Мне она очень хорошо зашла. И в плане, вот, щепочница в Швеции, это прям вот, это идеальный вариант. То есть, если ехать в Швецию, то газ можно не брать. Можно взять какую-нибудь щепочницу с собой. Потому что, я говорю, леса, дров, щепок, там навалом. Там валом. То есть, искать не надо, все лежит под ногами. Бери, не хочу. Норвегия в этом плане, вот в этом плане, очень плохо. Леса там практически нет. Дров вот так, чтобы найти под ногами, это тоже проблема, как мне показалось, по сравнению со Швецией. Чтобы где-то там заночевать с палаткой, именно вот, дикарем, тоже довольно-таки проблематично. Потому что земли очень мало, в основном горы и фьорды. То есть, ты едешь, допустим, у тебя с одной стороны гора, с другой стороны вода. Все, тебе как бы, ну, особо-то некуда свернуть, забриться там, чтобы переночевать. А каждый какой-то клочок земли, более-менее горизонтальный, это обязательно какой-нибудь платный кемпинг. Но это уже как бы, ну, это уже кемпинг, это уже не дикарем. То есть, ты там, так как в Швеции, скажем, не сможешь разжечь костер и все такое. Ну, это как бы уже частная территория, грубо говоря. Поэтому в Швеции, в Норвегии в этом плане мне было тяжеловато. Я ночевал в основном в каких-нибудь либо домиках, либо отелях. Потому что, ну, не знаю, не хотелось париться. Хотя это очень дорого было, но думаю, ладно, куда деваться. Да, Норвегия, она как бы по-своему красивая, из-за гор все. Опять же, она тоже, она тоже разная. Скажем, я ехал с севера, то есть, я изучал Норвегию с севера, можно сказать. Мне проехал по этим, как они, Лафатенские острова. Да, то есть, там, вот там, на севере Норвегии, там природа, там вот именно природа дикая, что ли. Как-то все вот такое, ну, немножко не туристическое, что ли. Потому что не каждый турист туда заедет. Как бы хватает, да, мотоциклистов, этого добра много. Но все равно, как-то там немножко все по-другому. Уже ближе к центру, уже больше, как бы, чувствуется цивилизация, что ли. Там уже как-то более туристические места, что ли. А, еще мне такой нюанс бросился в глаза. Когда я ехал в Заполярье, когда катался там, ну, кто знает, кто смотрит мой канал, я езжу на Honda CBR 650. Как бы, ну, такой полуспортивный мотоцикл, грубо говоря. Скажем, вот, в Заполярье с тобой здороваются абсолютно все. То есть, ты едешь, с тобой здороваются и на гусях, и, ну, все. Потому что все понимают, что ты, как бы, там, ну, не просто так ездишь. Ну, что ты, вроде как, в путешествии. Поэтому все, как бы, друг друга признают. А вот уже, когда я подъехал к центру страны, то там я уже заметил все. Если на гусях, которые они вообще в твою сторону даже не смотрят. Ты просто приезжаешь мимо них, там, по инерции, ну, руку тянешь, здороваешься. Я говорю, ну, наверху там это вообще четко, нормально, там все здоровались. А тут на тебя так посмотрят и отворачиваются, знаешь, так вот демонстративно. Типа, ты кто такой? Вот, ребят, люди, вот, ну, на гусях. У вас какая-то проблема? Какие-то комплексы или что? Просто обращаюсь к вам сейчас, пользуясь случая. Или вы считаете себя какими-то такими особенными или что? Ну, да ладно, пофигу. Хрен с вами. Делайте как хотите. Хотите здоровайтесь, хотите нет. От меня не убудет. Ладно, пользуясь случаем, кто досмотрел этот видос до этого момента, я хочу продать свою камеру, на которую в данный момент я себя сейчас снимаю. Речь идет о камере Sony Alpha 6300 и объектив Sigma 16 мм с диафрагмой 1.4. То есть это отличный объектив. Ну, качество картинки, как бы, можете оценить по этому видосу. И то, опять же, я не профессионал. Возможно, можно вытянуть еще там что-то больше. Я просто хочу проапгрейдить свою камеру, а вот эту камеру продать. То есть хочу перейти на full frame. Поэтому я на ebay выставил вот эту всю комплектацию. Если кто-то из Германии или из Берлина, то, пожалуйста, если есть интерес приобрести данную камеру, пишите. Договоримся. Так что вот такие вот дела. Я все равно, ребят, в такой вот короткий небольшой ролик все уместить не получится. Наверняка я что-то забыл из этой поездки вам рассказать. Поэтому, если у вас какие-то возникли вопросы, да, то не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить. Если вопросы будут интересные, то я даже сниму по вашим вопросам конкретный ролик. Потому что самому вот так что-то из ничего вот рассказывать, ты не знаешь, что важно людям, что не важно, что может быть интересно, что может быть неинтересно. Поэтому тут как бы ваша помощь тоже нужна. Я хочу рассказывать то, что вам интересно в первую очередь тоже. Ну, естественно, мне тоже должно быть интересно. Ну, вот как-то так, да. Ладно, не буду затягивать этот видос долго. Еще вот по поводу видосов с моего путешествия. У меня еще там остался материал на моего прохе. Но его надо еще обрабатывать. Да, а сейчас со временем, как бы, именно с таким серьезным монтажом заниматься времени нету. Ибо сейчас работаю. Надо как-то восстанавливаться финансово после своих этих поездок и все такое. Ладно, все, ребята. Всем спасибо за внимание. С вами был Вилли, канал Мотохайкер. До новых встреч!